Всем привет, меня зовут Николай Соболев и это Жизнь Ютьюб. На протяжении нескольких недель мы разбираем вместе с вами конфликтные ситуации на российском Ютьюбе. Сначала Николай Соболев против Дмитрия Ларина, затем война Афония и Хованского. На ёпчики, блядь! Live News пытаются разоблачить Марьяну Рожкову и Ивангая. Что будет за воровство идей или плагиат в интернете? А также самый нелепый конфликт этого лета. Дмитрий Ларин против Нигиты Лола. Это даже звучит очень смешно. Погнали! Кто они? Современные кумиры молодежи. Кому юные зрители доверяют свое личное время вместо того, чтобы гонять футбол и делать уроки? Хаю-хай, с вами Ивангай. Что скрывается за этим хаю-хай? Привет, ребята. Что скрывается за этим привет, ребята? Самая звездная пара на Ютьюбе Иванга и Марьяна Рожкова. Обычный парень из села, который оставил родной дом. И его девушка по кличке Шмарьяна, которая ради рейтингов и сомнительной популярности бросила своих родителей подыхать в нищете. Скандалы, интриги, расследования. Показать все, что сказать. В общем, ничего нового. Вы не подумайте, что я сошел с ума. Просто именно в таком фирменном стиле журналисты LifeNews начали копаться в личной жизни самого популярного блогера России Ивангая и его девушки Марьяны Рожковой. LifeNews написали статью о жизни Ивангая до популярности. Я могу себе представить, как они радовались, когда наткнулись на этот материал. От подростка-неудачника до блогера-миллионера. У меня аж слезы. Ваня, простой парень из Зажопинска, который всего добился сам. Тут же такой простор для деятельности. Можно съездить в его деревню и найти какую-нибудь девочку, которая расскажет, какой он был хреновый. С ним даже девочки на выпускной отказывались танцевать. Найти какую-нибудь старую учительницу по математике, которая скажет, что у Вани было нестандартное мышление. Он с придуркой, но у него такое мышление, знаете, нестандартное. Какой-нибудь Василий, старый школьный друг, должен сказать, что на 2 не все угорали, а потом он зазвездился и больше ни с кем не здоровается. Всех друзей поудалял. Вокруг него все бегали, его могли специально сбить с ног, но он не реагировал, уткнувшись в телефон. Рассказала Life у единственная подруга Ивана Таня Чус. Что? 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 Сам Ивангай на этот пи*** отреагировал крайне негативно и заявил, что он вообще не знает, кто такая Таня Чус или Таня Чупа-Чупс. Вообще ничего удивительного, вы знаете, вранье журналистов это моя самая любимая тема. Я не раз с этим сталкивался и меня знатно бомбило. Life News сосут мою жопу. Кажется, у Ивангая тоже знатно подбомбило. Достойный комментарий от кумира миллионов. Life News очень понравился трафик новостей об Ивангая, именно поэтому они решили не останавливаться и продолжили свою грязную работу. Они написали о Марии Ани Рожковой. Тебя из борода? Я скажу тебе да. 16-летняя избранница популярного ютубера после стремительного взлета своего канала вычеркнула из жизни родного брата и собственную мать. Потому что мразь. Друзья, я очень надеюсь, что всем понятно, что если вы смотрите какое-то громкое ток-шоу на телевидении, нужно сразу же все факты делить на три. Потому что вы даже представить себе не можете, как работают эти черти. И я не мог себе представить, прежде чем я сам с этим не столкнулся. Максим Овчан, Вести. Во-первых, они постоянно путают всю информацию, путают имена людей. Например, Гурама постоянно называли то Русланом, то Романом. И здесь мы тоже с вами видим, что они просто не могли, ну не могли как-то по-нормальному написать. Ваня Гай. Это кто, блядь, вообще такой? Во-вторых, они просто обожают приглашать каких-то левых людей, которые почему-то за вас дают показания. Парочка интересных закулисных историй. Проект Ракамакофо выстрелил на эксперименте «Человеку плохо». И вот после этого началась какая-то лютая вакханалия на телевидении. Телеканал НТВ обвинил нас в предательстве Родины. Незазрывчиеся россиян виноват госдеп США. Я серьезно. Они пригласили какого-то бородатого эксперта Антона, который почему-то рассказывал все вместо нас. Этот ролик является нечестным, сфабрикованным. Меня тогда не было в России, они позвонили Гураму и сказали, «Гурам, пожалуйста, я вас очень прошу, дайте нам интервью». Гурам, естественно, послал их нахер, от интервью отказался и спрашивает, «А вы случайно разговор наш телефонный не записываете?» Они такие, «Нет, что вы, Гурам, как мы можем?» В итоге в эфире появляется вот это. Я не хочу давать никаких комментариев на этот счет, потому что это просто реклама для этого неадекватного человека. Колян, тоже мне удивил. НТВ – это же самая желтая жопа на телеке. Скажете, вы будете абсолютно правы, но после НТВ к нашему делу подключился и главный канал России. Первый. Посмотрим этот ролик, внимание. Сегодня в нашем новом социальном эксперименте мы проверим. И редакторы передачи «Пусть говорят» решили, что для того, чтобы во всем разобраться, нас звать в студию вообще не обязательно. Лучше позвать какого-то бородатого эксперта Антона. У меня возникло очень сильное ощущение, что это осмысленная клевета на русский народ. И самое смешное, что спустя несколько месяцев нас все-таки пригласили в эфир передачи «Пусть говорят». В качестве экспертов уже. Мы, к сожалению, приехать не смогли, потому что были в Испании. Послали вместо себя своих представителей. Мы разговаривали с шеф-редактором телепередачи «Пусть говорят» и говорили, только пожалуйста, пусть их правильно представят. Они не создатели проекта «Ракомакапо», они просто наши представители. И как вы думаете, что в итоге было в эфире? Яна и Андрей приехали к нам из Питера. Они авторы социальных роликов, которые, скажем так, заставляют нас посмотреть на себя. И вот в этом вся суть профессионалов с телевидения. Я каждый раз думаю, работа, работа, но, ребята, как у вас наглости-то вообще хватает? Таким же образом, как оболгали Ивангая и Марьяну, можно оболгать любого блогера, абсолютно любого человека. Это делается по одной и той же схеме. Сейчас я вам покажу. Несколько месяцев назад в Петербурге был арестован лидер не очень популярного пранкерского движения «Ракомакафло». Николай Соболев заработал состояние на похищении людей и преступных разбоях и оказал сопротивление при аресте. Гламурный бандит или жертва издевательств школьников. Нам удалось найти лучших друзей Николая Соболева и провести свое независимое расследование. Колька, ну, он это, ну, всегда немного был таким агрессивным, знаете. Мы как-то с ним, короче, пошли бабушу грабить в подъезде, и он такой говорит мне «Сука, бей ее! Бей ее, сука!» Ну вот. Мы его, короче, хейтером называли. Вообще, мне все время казалось, что он гей. Как-то зашли с ним в подъезд, и я ему говорю «Может быть, ты меня уже трахнешь?» А он стоит, жмется и все время, кстати, рассказывал мне про какого-то Диму. «Совпадение? Не думаю». Такие сюжеты я могу сделать про каждого из вас и про любого блогера буквально за пару часов. Но вы знаете, желтая пресса, желтые прессы. Они, конечно, очень много выдумывают из головы, но иногда это все-таки делается на основе правды. И вот я задаюсь вопросом, есть ли какая-то доля истины в истории про Ивангая и Марьяну? С Ивангаем я много раз общался лично, и, честно говоря, у меня не создалось впечатления, что он какой-то закомплексованный молодой человек, или был таким два года назад. И вот единственное, что мне кажется очень мутным в личности Ивангая, это то, что он, будучи 18-летним парнем, начал встречаться с 15-летней девочкой Марьяной. Прекрати, шучу, продолжай. Ну, а Марьяна, соответственно, начала встречаться с взрослым парнем, и очень быстро уехала с ним в Японию. Дальше в Москву, ну а сейчас так вообще оказалось в Америке. У вас, вероятнее всего, есть родители. Вот ответьте на вопрос, были бы они в восторге, если бы вы в 15 лет нашли себе 18-летнего парня, похожего на Земфиру, и уехали бы с ним в Америку? Дима, можешь еще раз помочь, пожалуйста? Ми-ху-я! Марьяна сбежала из родительского дома. Это никакие не сплетни, это просто констатация известного факта. И сама из себя она представляет очень грубого и избалованного ребенка. Не улыбайся, родцы, хрой вообще, я все. И в то, что она сбежав из дома оставила своих родителей и никак не поддерживает их материально, в это я охотно верю, точно так же, как и в постановке на канале Афоня Ти Ви. Сука! Конечно, мне вообще абсолютно плевать, какие там взаимоотношения между малолетней девчонкой и ее родителями, но не стоит забывать, что Ивангай и Марьяна это кумиры миллионов, это самый топ российского ютюба, на этих людей равняются миллионы мальчиков и девочек. И мне, честно говоря, становится просто страшно, когда пример для подражания такой пустой и гнилой. Плагиат на ютюбе одна из самых больных тем. Очень часто блогеров обвиняют в плагиате дотошные зрители, но иногда и другие блогеры также не остаются равнодушными. Плагиат! 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 И вот именно на этой почве разгорелся конфликт у блогера-миллионника, который снимает эксперименты D&Wise канала Мамикс. Всем здорово! И самым популярным клоном Ивангая после Эдварда Отеллы Теоблэйдом. Пить масло! Да, у кого-то сегодня будет поносик! Да, и это тот самый Дурила, если вы помните, который кроме плагиатрства Ивангая отличился еще и осквернением памятников Великой Отечественной войны. Юноша решил погреть свои ноги у вечного огня. Ненавижу этого конченого идиота, написал Мамикс в своей социальной сети. Основная причина Теоблэйд в последнее время что-то как-то зачастил снимать D&Wise. По-другому это сделай своими руками. Давайте пока мы ждем, друзья, я научу вас делать охлаждающий напиток на лето. И претензия, надо сказать, не беспочвенная, потому что Теоблэйд просто подчистую копирует все эксперименты Мамикса. И сегодня я буду делать картошку фри. Ну и если вы хотите, чтобы я сделал картошку фри, мы ее сегодня сделаем. Теоблэйд также умудряется копировать и оформление для роликов, но самое угарное не это. Я внимательно посмотрел их каналы и что же я увидел? Теоблэйд умудряется копировать стиль, ведение, передача и подачу. Правильно сделать чипсы в домашних условиях. Но не простые чипсы, как я делал-то ранее, а какие-то фруктовые. Короче говоря, вы сейчас все увидите. Короче, это рубрика DIY, сделай своими руками. Это просто охренеть, вы только подумайте, какой талантливый паренек. Раньше он шутил и разговаривал, как Ивангай. Хай, бро, меня зовут Теоблэйд, и добро пожаловать в игру под названием Агарио. Потом его, естественно, все зашкварили, и он просто взял и скопировал подчистую другой популярный канал. Хамелеон, блядь. Просто можете представить себе, что вы когда-нибудь открываете канал Жизнь Ютюба, там такое. Всем привет, братишки. Сегодня новости Жизнь Ютюба, и у меня в гостях канал Теоблэйда. Сейчас, блядь, посмотрим, что делает этот пизда... Всем привет, друзья, меня зовут Теоблэйд. В комментариях под прошлым роликом, где я делал шаурму, очень большого количества людей просило меня сделать чипсы. Че, блядь, за хуйня это вообще, блядь? Ты же, блядь, сука, плагиатор, блядь! Наебщик, блядь! Мамикс, как вы поняли, уже не остался к этому равнодушным и на своей личной страничке призвал зрителей ставить дизлайки на канал Теоблэйда. В принципе, логично. И вообще, я могу его полностью понять и полностью оправдал бы его, если бы только не два но. Во-первых, то, что он делает, весь формат своими руками, это делают на зарубежном Ютюбе уже лет пять. И по сути, это придумал не он. А во-вторых, как тебя это вообще задевает-то, дружище? Два с половиной года назад мы запустили проект АРАКОМАКОФО и стали, по сути, новаторами в жанре социальных экспериментов. Естественно, спустя некоторое время нас начали копировать. 85% прохожих были готовы помочь. А остальные 95% по понятной причине отказывались. Да о чем говорить, появился даже канал АРАМАГОФО. Всем привет, с вами Равиль и Магомед. Сколько раз и никто не поможет, ты меня понял? Всем пока. Ну знаете, меня как-то никогда это не задевало, ведь гораздо обиднее, когда кто-то придумывает идею раньше тебя, чем когда просто кто-то реализует твою придуманную идею. Тео Блэйд, конечно, в край конченый чувак, но от этого страдает только он, потому что ты никогда не внесешь какой-то вклад в историю, если не будешь придумывать что-то свое. Если ты, конечно, не Ивангай. Так что здесь, на самом деле, два варианта. Либо Мамикс просто захотел похайпить на конфликте, либо у него какие-то серьезные проблемы с психикой. Где ты, доказательство, что я покупаю? Дмитрий Ларин против Никиты Лола. И вот кому я точно больше не советовал бы влезать в конфликте, так это Никите Лолу. Потому что мало того, что этот молодой человек очень странно одевается. Крайне странно ведет себя на прямых трансляциях. Ой, блядь, я сел. Кто с тобой не так, мразь? Ну и ко всему прочему, он посрал в перископе. И Никите как бы норм. А вот то, что Дмитрий Ларин сделал на него обзор, это ему показалось не очень. Боже мой, блядь, серьезно что ли? Никита не нашел ничего умнее, кроме как угрожать Дмитрию Ларину. Ларин, если ты это видишь, удали свой ролик, иначе мне придется кинуть страйк. Ничего личного, братан, ты сам понимаешь, вроде взрослый дядька. Сука, блядь. Что, блин, он несет? Нет, Никита, Ларин не понимает, а точнее, ты не понимаешь. Я тебе, блядь, все кости пересчитаю, только ты подумай об этом в моем присутствии, сучара. Ответ от Дмитрия последовал незамедлительно. Хуй себе, о такой. Вообще, мне кажется, что кидать страйки на чужие каналы, это даже более омерзительно, чем срать в перископе. И вот для меня было крайне удивительным, что, казалось бы, Хованский одержал победу на дофоне. И второму надо было бы уже успокоиться, но нет. Рейтинги подъедут, Чак. Буквально вчера Афоня кинул страйк на канал Соколовского, который сделал на него обзор. Кидать страйки за критиков в 2016 году, это тысяча зашквар, но тем не менее это случилось. Что это, блядь, вообще такое? И для меня это вообще дикость какая-то. Афоня использовал чужие видео, чужие материалы, снимал обзоры на других людей, разоблачал и так далее. И теперь вдруг ему неожиданно не нравится, что кто-то делает обзоры на него. Мои рейтинги в полной жопе, блядь. Андрей оправдался тем, что якобы страйк кидал не он, но это попахивает сами знаете чем. Не припомню, чтобы партнерские программы делали это автоматически, иначе все мои видео были бы давно заблокированы. Да и в любом случае, по одному лишь щелчку пальцев эту жалобу можно отозвать. Так в чем же дело, Афоня? Если вы согласны с моим мнением, ставьте лайк этому выпуску. Если вдруг вы не согласны с какой-то из моих позиций, вы можете зайти и подискусировать со мной на моей личной страничке, потому что там я очень часто отвечаю. Ну что ж, это были все новости на сегодня. И напоследок хотелось бы сказать одну очень важную вещь. Все блогеры конфликтуют, ссорятся. И мне кажется, что зрители уже начинают забывать, что такое действительно качественный контент без конфликтов. Вот именно поэтому, если вы, конечно же, не против, я хотел бы посоветовать вам канал хорошего парня, который действительно старается делать что-то интересное. Марк Активер. Парень странствует по миру уже три года, исполняя свои мечты. Недавно выпустил на канале полнометражный фильм. Нет, не как у Хованского, а про обучение детей монахов. Отдельного внимания заслуживает то, что за последние пару месяцев Марк еще никого не вызвал на Версус. Переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо и до скорых новых встреч. Пока!